Всем привет! С вами Руслан Богданов и сегодня должен получиться интересный ролик так как, во-первых, у нас такой полевой обзор Transition Patrol 21 года, во-вторых, со мной сегодня в горах Коля на моем велосипеде Кто не знает, Коля BMX, прям с рождения я его тренирую и он впервые на горном велике в горах, так что должно быть весело и интересно Но пока давайте поговорим о байке Давайте сразу оговорюсь, что я буду сейчас озвучивать какие-то тонкости, нюансы которые я сам ощутил, которые мне понравились или не понравились так как просто перечислять технические характеристики, которые в открытом доступе на сайте я не вижу смысла Да, что-то я назову по ходу дела, что будет относиться к моему восприятию, но не более А вы пишите комментарии, я выберу какой-нибудь самый интересный, смешной, креативный, веселый в общем, какой-нибудь самый-самый комментарий, который покажется самым прикольным И перечислю вам 1000 рублей на карту Такой вот маленький приятный бонус Это у нас малит, сзади 27-е, спереди 29-е Я уже успел на нем немного покататься и скажу честно, что в условиях Алушты мне малит не совсем зашел В верхней части от перевала, где более прямые уклонистые трейлы, там хорошо В нижней части уже чувствуется избыточным, то есть нет у нас таких условий, нет такого рельефа, где тебе прям супер позалез, надо было 29-е колесо, которое будет все это перекатывать Супер держаться, супер цепляться, но на трейлах, особенно в лучистом, где достаточно узенько, в те повороты, в которые я входил с легкостью на 29-м, у тебя получается уже немного шире радиус входа в поворот и немного сложнее, непривычно в общем Не знаю, может быть просто дело привычки, но не могу сказать, что мне зашло, в общем такое, для меня это спорный вопрос Вилка морозочий бомбер Z1 с вот таким вот катриджем регулирующимся, грипп, типа open, фирм, типа открыто-закрыто Катридж работает просто фантастически, на открытом прям плюшевенькая, на закрытом прям дубовая, закручивать самое то Но фигня в том, что на аморте только два положения, тоже открыто-закрыто, но закрытое положение работает гораздо хуже, чем на вилке И получается, что если ты хочешь активно педалировать в гору, то вилка блочится круто, а аморта блочится не круто, и аморта все равно немножко качается Вилка не качается вообще, лучше бы, мне кажется, было бы наоборот, лучше бы жопа была тверже, а вилка помягче Но вот так В принципе, на велике все стоковое, кроме тормозов, тормоза здесь поставили код РСЦ, супер мощные, прям вопросов к ним вообще нет Ну и педали, да, педали в комплекте не было, поставили ДМР Валты, здесь были Но в прошлый раз я их сломал Значит, что я хочу сказать ДМР Валт, магниевые топовые педали Уж никак не думал, что их можно сломать в лучистом аж вот так Просто чего? Как бы, вроде, казалось бы, очень крепкие топовые педали, но сломались Есть такая беда у велика, он даже, вот здесь есть флип-чип Хай, лоу, положение аморта Он стоит сейчас в положении хай, но даже при этом очень часто цепляешь педалями камни И я это заметил, и хозяин байка это заметил Причем, ну даже там, где, казалось бы, колбасы нет Ну, в общем, странно, велика, каретка, в общем, ощущается очень низко Хотя по геометрии вроде нормально И вот из-за этой вот фигни я сломал случайно педаль Вообще просто, прикиньте, на перегоне между трейлами То есть проехал один трейл, ехал по полю, педалировал, опустил ногу Все, кусок педали вылетел, магия какая-то Флягодержатель имеется, но он не очень удобный Здесь расстояние для фляги, чтобы вытащить, ну прям совсем немножко На ходу, в общем-то, вытаскивать флягу будет очень неудобно Если только с боковой загрузкой флягу брать Вот, ну или так, и чисто останавливаться пить, если ты никуда не торопишься Если хочешь это делать прямо на ходу, здесь это будет чертовски сложно Я всегда был противником колец под выносом А здесь, думаю, блин, наверное, ну думаю, может быть я загоняюсь все-таки Думаю, дай-ка попробую Здесь вот, сколько у нас, четыре колечка, кажись по пять миллиметров Вот, одно было сверху, три было под выносом Я такой думаю, дай-ка попробую все-таки покатаюсь И, блин, нет, прям очень сильно ощущается как-то потеря пространства на велосипеде прям сразу же Ричи здесь 480, на моем регле, по-моему, 470 Но при этом мой регле кажется длиннее Здесь этот лич как-то так органично вписывается Не знаю, то есть велик, кажется, он не ощущается длинным То есть ты на нем стоишь свободно, просторно, тебе хорошо Понятно, что в нынешних реалиях 480 это уже далеко не супер много Но все же я брал некоторые велики, которые с таким же речом казались трамвайными Этот велик таким не кажется Он, наоборот, очень такой яркий, игривый Да, просторно, но это все в какой-то такой зоне комфорта Аморт здесь Float X обычный на сайте Причем у него есть компрессия, здесь ее нет Заглушка присутствует, компрессии не присутствует По общим ощущениям от байка, это самый незабористый велик, на котором я катался В принципе, посмотрите сами Прям вот эта вот линия, она прям прямая, как на каком-то дёртовом хардрейле И это огромный плюс, у меня чуть-чуть выдвинут подсидел Но при этом седло все равно очень низко, где-то на уровне колен И это все дает огромнейшее пространство для маневра, для работы телом В общем, очень круто, мне кажется, на таком велике не получится покататься А куда-то на петле выехать, где прям такой адский уклон И я думаю, что там было бы суперкомфортно Потому что у меня размер рамы, кажется, XL, подсиделок немного высоковато Я ее даже спиливал, чтобы она была пониже Мне этого немножко не хватало Здесь прям мое почтение Вроде бы на этом мои впечатления в велосипеде заканчиваются И нам пора бы прокатиться Так, ну на этом, наверное, мои впечатления в велосипеде заканчиваются Нам пора бы прокатиться уже Ну что, у нас трейл ветерок Очень легкий, но при этом очень приятный трейл Я думаю, для начала Коле будет в кайф Очень страшный Я вообще обожаю вывозить людей впервые в горы Очень прикольно смотреть на вот эти их эмоции И этот восторг Ладно, Коль, давай, погнали Я с тобой Давай, давай, давай Оп, пошел, 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 пошел Давай, давай, газуй, газуй Тут все нормально Коль, тут нет ничего опасного Газуй, газуй, газуй Нормально Встань Сидя придумал ехать, е-мое, ты че Да хватит, Сидя ездить Давай, 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 поехали Почти ехал в дерево Красава Отпускайся Бросай тормоза Нормально Шири-бери Все, все, давай, пошел, пошел Да тут полочки нормальные Давай Хорош Блин, ты так хорошо ехал Бля, что за зигзагер Ты отлично ехал, Коль Ты реально так перекладывался классно Давай, тут осталось 50 метров уже 60 метров осталось, Гри, поехали Поехали Вот и все Да Да Че, как она? Блин, поехал, мне понравилось Все страшно Особенно за зажигал поворот, где дерево полетел Слушай, ну там классно ехал, я не знаю, нафига ты заменжевался Надо было просто продолжать рулить Ты переложился влево-вправо, еще раз надо было вправо переложиться Я вижу первый поворот, захожу второй И такой третий Ах, идти в дерево Надо было, надо было заезжать Мы на старте трейла с окрабли Сейчас сделаю небольшой эксперимент Трейл где-то 3,5 километра Едется очень долго Он достаточно пологий Здесь местами есть крутые съезжалки Но в основном здесь очень такой плавный градиент И здесь идет борьба за среднюю скорость На своем велике на Хартейле Да, это будет такое субъективное сравнение Хартейла с подвесом На моем примере Хотя понятно, что сейчас совсем разные условия на трейле Но не суть Пофанимся В общем-то на своем байке я проехал за 8,29 ЦГ здесь 7,09 То есть много дела надо крутить И я чувствую, что на моем байке я затыкаюсь Когда едешь на плоскости, по камням, по всяким неровностям Прям теряется очень скорость Вот интересно, какое время сейчас мне будет на подвесе Сейчас я врублю страву И замеряемся Погнали Так, Коля там что-то уже кричит сзади Ему мое средство не понравилось Опа-па, блин Не вместился как хотел Я думаю, что вот такие флашмяки я буду вырезать И покажу вам только самые интересные моменты с этого трейла Потому что весь проезд около 9 минут Я думаю, вам не нужно Вот тут колесо прям не помещается По привычке тормозился на камнях Чтобы понял, что можно было наоборот отпускаться Честно говоря, где-то три трейла, а я уже взглядом подустал Не попал в свой упор, жалко, кстати, дал поворот Ну а здесь, кстати, все улетают, нужно, наверное, раз пошире, а потом и так положено А то вот в ткани внизу все вырезаются А, это самый такой анальный участок Здесь чертовски узко, неудобные камни О, ловил педалью камень Оп, неплохо, неплохо, неплохо проехал Бывало намного хуже, бывает, как ты камень воткнешься и все, почти останавливаешься Вот здесь расслаблюсь чуть-чуть Фух Так что силы мне сейчас понадобятся Это уже начинается упор И вот она Фух О, какая же она сыпучая стала, е-мое Я сбыл дыхание, честно говоря Вот об этом я говорил Ну, давайте глянем в траву Третье, лучшее время 8.46 Так, а лучшее у меня в ноябре было Ну, в общем-то, весьма неплохо, не знаю Поехал бы я сейчас также на Хартейле Потому что трейл сейчас как-то подзамело По нему, наверное, сейчас редко катаются Он чуть хуже читается, чем обычно И достаточно сухо Я, в принципе, тоже много где осторожничал Ошибки были, но минимальные Но, в принципе-то, время неплохое Но Моя догадка о том, что На подвесе здесь легче Мне кажется, провалилась Потому что я все равно устал Все равно подзабились руки и ноги Ну, это специфика трейла Он очень физушный Здесь прям надо все делать Надо и съезжалочки проезжать Камешки отрабатывать Даже прыжочки есть И очень важно поддерживать Среднюю скорость на плоскочах Не терять скорость Здесь прям это критично важно Мне кажется, там в топе По страве в топ-10 там Чуваки, которые прям, ну, что-то около контрил Которые прям очень круто накручивают Вот у них есть физуха И они здесь вывозят прям нормально Ну и в заключении, что могу сказать о байке Если кататься по трейлам Я бы ставил 27 колесо спереди Если байк парках Можно ставить 29 То есть там, где больше пространства Я думаю, с таким колесом Было бы нормально Для меня После своего велика Это кажется слишком тяжелым Поэтому я бы Заморочился И подсбросил бы вес Потому что мне На разнице он очень сильно ощущается В остальном это Один из лучших байков На котором я катался Очень маневренный Очень стабильный Прям Вот он делает все, что ты хочешь Он игривый Он быстро Он очень хорошо Ускоряется Очень накатистый такой Я не знаю, как выразить У меня просто Какой-то просто Комок эмоций Огромный такой И слов просто не хватает Очень приятный велосипед Очень сильно радует Прям Делает катание таким Какое оно должно быть Очень веселым И приятным На этом у меня все, ребят Большое спасибо за внимание Всем пока И до новых встреч Подожди А где тормоз отпускать? Середнее колесо Заезжай, пожалуйста Тогда отпускаем Еб Я Ты камеру включил? Выключай Все, поехали нахождение Я так Аба Ага Я понял Блин мой Что за контрики дед мое что за я не туда поехал туда туда и вниз я понял как они здесь проезжают так тихонечко тихонечко просто блять канала такая я когда эту канаву увидел я подумал